Знания, получаемые вами. Требуют серьезного осмысления. Ибо это не только знание, но вход человека в тот мир, где в отличие от плотного плана, или мира плотной и сверхплотной энергии, главенствует энергия высоких вибраций. Тех самых вибраций, которым человек должен быть готов. Ибо они его завтра. Поэтому говоря об изменениях пространства и об ожидаемом изменении пирамиды власти, я постоянно обращаюсь к вашему сознанию, как бы подталкивая его не только к размышлению, но и к активным действиям. Ибо под лежачий камень вода не течет. Активное участие человека в тех процессах, которые уже сопровождают набирающий силы квантовый переход, предполагает прежде всего изменение собственного сознания. А это значит, его очищение от старых и новых догм, закрывающих сознание человека от реальности божественного пространства. Догмы, конечно, тормозят, но не смогут удержать прозрение человека. А значит, не смогут удержать очищение сознания. Хотя бы потому, что изменение пространства становится все явственнее, и изменение частоты вибрации Земли все сокращающееся время суток ускоряют процессы изменения пространства, приближая с каждой минутой пик квантового перехода. Человеку, безусловно, очень трудно приспособиться к такому ритму изменения пространства. Но здесь у меня нет для вас никаких рекомендаций, кроме одной. Очищайте сами, самостоятельно, собственное сознание. И с открытым сердцем принимайте Создателя. И принимайте с любовью собственную божественность. Я понимаю, что все это очень легко сказать, но гораздо труднее не только сделать, но и самое главное принять для себя неизбежность этого изменения в тот момент, когда атакует безверие современного мира, спекулирующее на сомнения людей, сознание которых было долго сокрыто от них самих. Поэтому я хочу предупредить вас о том, что время сжимается в кулак, и с каждым днём боль перехода всё острее и острее воспринимается всеми людьми. И теми из вас, кто готовит себя, своё сознание к изменению пространства, и теми, кто не собирается ничего делать, ибо глух и слеп не только к словам моим, но и к крику собственного сознания. Вам нужно понять, что мир изменяется, и изменяется очень быстро, подходя всё ближе к пику квантового перехода. Поэтому сейчас можно сколько угодно говорить о переходе и обсуждать риторические вопросы о том, где правда, а где ложь. Но изменение пространства только ускоряется, и неподготовленные люди начинают активно покидать плотный план. Я не пугаю вас смертью, ни в коем случае. Я лишь хочу сказать, что люди, подготовившие себя, а значит, подготовившие своё сознание к высоким вибрациям, благополучно пройдут перевоплощение, не покидая этот мир. Значительно сложнее будет тем, кто отрицает объективную реальность пространства, ибо им придётся пройти полный цикл перехода из плотного плана в тонкие миры. И то, что я говорил об ожидаемом изменении регулярности, уточняю, регулярности, а не регулируемости, значит, об изменении власти тоже совсем недалёкое завтра, а приближающееся сегодня. Ибо если человек практически готов принять для себя божественную регулярность на уровне сознания, то что может препятствовать его воле? Я наметил вам путь в завтра, и хочу увидеть вашу реакцию. Только после проявления вами искреннего желания последовать моему завету, я дам старт преобразованию регулярности для единых духом людей. Ибо если нет единения духом, то и не будет божественной, справедливой регулярности будущего. Я вам уже сказал о том, что все искусственные регулярности или власти имеют дефекты или болевые точки вследствие своего несовершенства. Для вас под моим контролем ничего не стоит или не составит труда, не разрушая внешнего проявления псевдогармонии, «взрастить новое семя», используя искаженную форму базового элемента прошлой регулярности. Под искаженной формой я понимаю отсутствие главной идеи или главной цели во всех прошлых искусственных, созданных человеком, вариантов власти — совершенствования сознания свободного, стремящегося к творчеству человека. Сейчас мне важно открыть для вас, для вашего сознания информацию о скорости изменения времени или о скорости изменения пространства и дать вам понять, что сейчас, как никогда, промедление опасно для вашей жизни. Из-за ускорения времени я вынужден сказать вам, что процессы изменения пространства так ускоряются, что единственным спасением для сомневающихся людей, а значит для многих из вас, станет только вера. Ибо на раздумья, а тем более на дискуссии, времени уже не осталось, и этот год станет предшественником кардинальных изменений плотного плана. Нельзя уже просто так обсуждать, будет ли квантовый переход или нет, потому что он уже проявляется не только в нарастании скорости процесса изменения пространства, он уже реальность. И, как я только что сказал, боль перехода тому подтверждение. Поэтому со всей серьёзностью отнеситесь не только к моим словам, но и к обращениям иерархии света. Ибо мы все делаем, каждый на своём уровне, общее дело. И называется оно «спасение людей» и «подготовка вашего сознания к принятию объективной реальности тонких полей». Теперь подумайте, почему я говорю о регулярности, а точнее о необходимости изменения структуры власти и переходу к божественной регулярности. Да потому что наступает время коллективного сознания единых духом людей, способного творить и управлять пространством, а значит, способного создать условия безболезненного перевода человека в новый мир, в мир высоких вибраций. Сейчас происходят два процесса одновременно, хотя бы потому, что времени на раздумье или обсуждение практически совсем не осталось, и оно будет только уменьшаться. Только объединение процесса изменения, очищения и возвышения сознания отдельной сущности, личности, и процесса формирования коллективного сознания единых духом людей может дать возможность перехода границы миров для всех страждущих, ибо общая дорога к Богу укрепляет просветленное сознание всех вместе и каждого человека в отдельности. Поэтому, когда я говорил о дефектности властей, то подчеркивал, что первое, чего нет у прошлого, а искусственные регулярности уходят в прошлое, так это высокого духовного единения народа, низвергающего всё, кроме веры, кроме возвышения сознания. Для такого объединённого народа нет преград и нет запретов для единения, и, естественно, для принятия новой регулярности, именно регулярности, а не власти, ибо для свободных творческих людей не может быть никаких принуждений. Поэтому первым условием формирования новой регулярности от Бога является единение свободных сотворцов, сознание которых очищено от догм и пороков плотного плана, а сердце открыто для любви и гармонии высоких вибраций. И это первое условие находится в ваших руках. При ускорении времени вы эту ступень единения должны пройти быстро, опираясь на тех людей, сознание которых давно подготовлено к новым реалиям. Людей, которых уже достаточно много, и каждый из которых на своем уровне несет благую весть об изменении пространства в соответствии с Божественной программой. Вторым фактором, способствующим ускорению преобразования искусственной регулярности в естественную, является исправление искусственной регулярности. Это позволит на ее базе, не проливая ни единой капли крови и действительно без применения насилия, сплотить людей перед надвигающейся опасностью квантового перехода. Я вам определил ваши действия, но вы должны понять, что без вашего активного участия даже квантовый переход становится непредсказуемым и может окончиться очень печально для вашего планетарного пространства. Поэтому услышьте мои слова предупреждения, ибо реальность такова, что изменение пространства стало явью, и вы никак не можете оставаться безучастными к этим изменениям. Человек должен либо, очищая свое сознание, гармонизировать себя с изменением пространства, но не приспосабливаться, а именно гармонизировать себя с любовью к Создателю, вписываясь в новую объективную реальность, либо продолжать традиционный путь эволюции, переходя известным вам способом из мира в мир. Те из вас, кто уже очистился сознанием, а значит принял Создателя как объективную реальность и готов активно участвовать при преобразовании пространства, пройдут свое преображение, не ощущая его, как бы естественно перейдя из плотного плана в тонкие миры в одном настоящем воплощении. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова